Музыка Первые дни осени, поэтому мы вышли на свежий воздух начать свой первый выпуск в этом году здесь на улице. Что ж, 25-летие Арцаха, 25-летие Нагорно-Карабахской республики, поэтому мы начнем наш первый в этом году выпуск с интервью с экс-министром нацбезопасности Армении. В конце 80-х годов, я знаю, вы возглавляли комитет Карабаха, если я ошибаюсь. В двух словах, что это был за комитет и для чего он был создан именно в конце 80-х? Вы знаете как, возникло некое движение, карабахское оно называлось, оно возникло по поводу Карабаха, потому что, значит... События только разворачиваются. Да, да. Было обращение областного совета Карабаха к Верховным советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР, СССР с просьбой, значит, рассмотреть вопрос о переводе из состава одной республики в другую. То есть, совершенно, как бы, такое... Да, надо заметить, что это еще был СССР. Да, 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 в рамках СССР и, собственно говоря, в рамках, наверное, советских законов и прочее. Понимаете, таких коллизий в составе СССР было достаточно много, потому что, когда нарезались все эти карты, там осуществлялись, там, объединения и так далее, и так далее, при этом люди исходили из разных целесообразностей, из империалистических, из революционных, ну, из разных, очень редко из того, чтобы, как бы, народы могли, там, жить на своей родине в рамках, там, своих, там, своей культуры, своего быта и так далее, и так далее. Такие вопросы считались вторичными, главное, там большие процессы. Можно сказать, что в те годы это больше началось даже не с каких-то политических проблем, а именно социальных. Ведь дело в том, что, насколько я знаю, армяне никогда не предъявляли требования, например, о присоединении исторической армянской, но уже в Азербайджанской СССР, на хичеванской АССР, к армянской СССР, а именно НКО тогда еще. Вы знаете, не совсем, во-первых, социальных проблем не было вообще. Карабахи. Нет, не было вообще, вот, поднимаемых, хлопаемых, понятия. Потому что, я просто напомню вам, при времена советской перестройки, не то, что не было социальных проблем вообще, их было достаточно много. Но проблема была в том, что казалось, что жизнь устроена не так, как хотелось бы. Ну, Высоцкий же нам первый, все не так, как надо. И вот нам хотелось сделать все, как надо. И вот, собственно говоря, весь советский народ пребывал в таких движениях. В Армении произошло что-то невообразимое в одном смысле. Когда люди вышли на улицу и, так сказать, встали из-за какой-то проблемы, ну, в данном случае была Карабахская проблема, да? Вдруг оказалось невероятно, что когда вот столько людей собирается, и ради каких-то высоких материй начинаются разговоры и так далее, то у нас наступает период необычайной гармонии, душевной теплоты. Все-всех любят, так сказать, все любимы всеми. Значит, энергия буквально безумная. И, значит, вот эта гармония, она передается всеми. Движение Карабахская поддерживалось, ну, всеми в Советском Союзе. Все, что там было в это время, так сказать, выдающееся. И все не в мире. Причем не с точки зрения, вот мы развалим СССР и так далее, и так далее. Абсолютно. Вот наоборот, вот политические структурные армянства осудили Карабахское движение, потому что они считали, что, значит, это может быть угрозой, значит, безопасностной вопросом и так далее. То есть те, которые были политичны, они эти угрозы видели. А те, которые были просто людьми, они хотели другого мира, другой жизни. И в этом узрели все эти моменты. И они действительно присутствовали. И я думаю, что, собственно, если бы все оставалось в рамках человеческих телеполаганий и пониманий того, что есть хорошо в этом мире, то все бы и разрешилось в достаточно таких адекватных там терминах, понятиях и так далее. Но поскольку это вышло уже на совершенно другие пространства, где действовали жесткие прагматичные политики. Мы зачастую их не видели, но они действовали безусловно. Да, вот давайте как раз-таки об этом поговорим, восстановим так небольшую хронологию событий, потому что сейчас очень много дербанят в том же Азербайджане хронологии всей этой событий. Скажите, значит, карабахцы вышли на улицы с требованием присоединиться к армянской СССР. Началось с этого, насколько я знаю. В Карабахе, как, значит, по всей территории СССР, проходили разные сборы подписей. Вообще, челобитные в Карабахе были очень приняты в каком плане. Значит, с самого первого момента, когда Карабах оказался в составе СССР, с каждой сменой советского руководства, карабахская интеллигенция, какие-то другие влиятельные люди, иногда, так сказать... Поднимали вопрос. Да, поднимали вопрос, писали, и это было очередное письмо. Ничего необычайного... А что, сам народ вышел, получается? Нет, народ собирал подписи. То есть могли собрать... Да, но до митингов не доходило. До митингов нет. Ну, в данном случае, поскольку перестройка, какие-то митинги в Карабахе тоже происходили. Но речь абсолютно не о тех миллионных митингах, которые начались в Ереване. Значит, они, как бы, вот, включающим фактором оказался, карабахский, но я вам сказал, что митинги уже имели собственную жизнь. Люди собирались... Карабах для них был важен. Но люди собирались, на самом деле, не из-за Карабаха, а потому что они себя максимально чувствовали людьми. Они вдруг почувствовали, что этот мир, мир человека, что можно с ним очень многое делать, что, значит, доступно практически все, и все можно пересмотреть. А Карабах был одной из важных проблем, вот скажем так. Да, тогда надо еще заметить, что в те годы, когда и в Ереване, и в Степанакерте люди вышли на митинги, чтобы присоединиться к Армянской ССР. Азербайджанцы еще жили в Армянской ССР, насколько я знаю, да? Не только жили, но... Я же почему про хронологию и говорю. И после этих событий, мирных митингов, в Сумгаиде начались беспорядки. Именно в этом... Слово беспорядки неправильно называют. Оказалось, что, значит, в Азербайджане существует непонятная группа людей. Я говорю непонятную группу людей, потому что я видел азербайджанца из Сумгаида после этих... Азербайджанца, который приезжал, значит, в гости к своим родственникам. Это уже осень, то есть через полгода после этого, когда уже десятки таких покровов разных азербайджанских. Значит, этот человек приезжал к своему родственнику за год до этого... В Армению, в Армению. И приезжал вот уже после 8 сентября, это через полгода после Сумгайской событий. И он приехал совершенно седой. И когда его... Я присутствовал при разговоре, когда его там спросил один из них, что с тобой, почему ты ипозил? Ты бы был там. То есть, как азербайджанец сопереживался ему этому, вот на этом человеке было проявлено. То есть, я не могу приписать целостности азербайджанцам, что там творилось. Я знаю, поскольку уже, будучи членом комитета Карабах, принимая людей, беженцы из Азербайджана и так далее, я могу сказать, десятки и сотни случаев, когда люди азербайджанцы рисковали жизнью, спасая Ак-Нан, это без всяких вопросов. Но были и те, которые гранили и убивали. Причем поставили, что это за люди, что это за инфраструктура, откуда она существовала. Вот знаете, вот задается такой вопрос, это еще... Надо обязательно подчеркнуть, что это еще Советский Союз. Да, да, безусловно. И в таком огромном государстве, тоталитарном государстве в каком-то смысле, творящееся в Сумгаите и оставшееся безнаказанным, я не понимаю, где было тогда КГБ, где было советское руководство. Но понятно, что Горбачев, наверное, сидел и ничего не знал. Хотя я в это не верю, все он прекрасно знал. Когда я разговаривал с Римой Демирчан, она мне тоже сказала, что Демирчан тоже как бы пил во все двери, но ему никто не отворил. Так, с одной стороны, получается, что власть имущие ничего не знали, но на самотек все пустили. Почему какие-то бандиты учиняют в такой стране, в Советском Союзе, вот такие вот вещи, и все это остается безнаказанным? Мы затронули самый тонкий вопрос, ответ на который до сегодняшнего дня не существует. На самом деле, существует. Но о нем, наверное, это самый запретный вопрос на территории бывшего СССР до сегодняшнего дня. Значит, организаторы живы, если ответ за предмет? Я думаю, скажем так, что не просто организаторы, которые из себя представляют людей, есть организаторы системы. Эти системы живы. И эти системы крайне опасны. Они есть и в Армении, и в Азербайджане, или только в Азербайджане? Давайте так. Значит, я думаю, что истинные организаторы находились в войне СССР. КГБ СССР в этом деле участвовало. Значит, что за группы в КГБ СССР? Значит, почему и как? Там были группы, которые, по всей видимости, действовали. Я с этим выступал, вот, с участием КГБ СССР. После первых наших расследований, что там творилось, как это получилось. Давайте напомним, вы в то время занимали должность. Нет, нет, я без должности был. Да, точнее, должность у меня есть. У вас был министр МВД. Я был первым, значит, депутатом, избранных на альтернативных выборах в Восточном Блоке. Первые альтернативные выборы Восточного Блока прошли в Армении. Это недоразумение считать, что они прошли в Польше. Потому что Польша периодически отмечает, значит, они друг друга поздравляют. Но, значит, из Польши, значит, когда приезжают идеологи того же, той же солидарности, они четко нам говорят, что, ребята, вот, когда вы увидели, что такое два депутата, а у нас два первых депутата, значит, в Верховном Совете парламенте, и когда народ стоит на улице, и насколько это эффективно, и как два депутата могут развернуть весь парламент, то мы, говорит, до этого бойкотировали выборы и польские семь, а так приняли решение участвовать и просто победили даже. Это другой вопрос, насколько больше правильно пошла, неправильно. Я сейчас не разбираюсь с вами с этим вопросом, потому что ошибок, она сделана до чертиков. Но, значит, здесь проблема заключается в том, что ошибки творили те, которые искали, вот мы с вами, а были те, которые, они творили то, что хотели сотворить. Ошибки КГБ, опять, ошибки КГБ СССР, что за ошибки? Они заключались в следующем, они пытались, видимо, я с чем выступал, наше расследование показало, они пытались руководству СССР показать, что перестройка ведет к развалу СССР, что оказалось правдой, то есть оценка была правильной, что с такой скоростью, там, политические реформы и так далее нельзя совершать, лучше, ну, они китайский вариант предлагали, реформы власти экономики, а политические как бы более медленно шли, вот такое было предложение. И насколько нам удалось как бы установить, Горбачев как бы на это никак не реагировал, и они, видимо, решили спровоцировать кровавые столкновения с тем, чтобы заставить Горбачева реагировать уже на реальность жизни. А почему? А почему между армянами? В начале была средняя Азия. Это, по-моему, Фергана, если не ошибаюсь, у него уже когда-то, по-моему, Фергана. Значит, потом, значит, решено было вот сесть, тоже старый конфликт, и, видимо, надеялись, что будут какие-то группы, которые, вот, ненавидя друг друга, удастся поставить на ноги. Я вас заверяю, в армии этой группе не нашли. И миллионные митинги, которые здесь начались, это было полностью переходы инициативы в совершенно другое пространство. То есть, они, видимо, надеялись, что несколько сотен, может быть, групп, по 10-20 человек начнут с одной стороны другую калашматить. Это позволит вести там особое положение, чрезвычайное, военное, какое хотите, и это удастся вот этим остановить И вдруг, в ответ на, значит, какие-то там действия, какие-то там шаги, в Армении начинаются просто миллионные митинги, и управляемость процесса переходит в руки армянской интеллигенции. А интеллигенции было четко сказано, что, значит, любые действия в отношении любого азербайджанца, это говорилось в течение всего времени его движения, до момента введения чрезвычайного положения в Армении. А чрезвычайное положение в Армении в ноябре 88-го года было введено не в ответ на какие-то погромы и так далее действия, а в ответ на то, что парламент Армении принял решение, что на территорию Армении действуют только законы, принятые парламентом Армении. То есть, по сути дела, законы СССР требовали ратификации парламентом Армении для перехода сюда. И вот в ответ на это ввозила чрезвычайная положение. Вот после этого были погромы. То есть, получается, что безнаказанность СССР СССР были отдельные случаи выяснить на азербайджанцев, хотя это был момент следующий, чтобы тоже было понятно. Шли волны погромов в Азербайджане, и люди убегали сюда в страшном состоянии, просто страшные истории из Азербайджана. Да, из Азербайджана сюда, да. И, значит, но интеллигенция здесь держала, то есть, здесь единственный случай был на митинге, когда человек выступил с тем, что он на нас, это после выступления Карабачева, с тем, что надо быстро сейчас карабахский вопрос, и надо помнить об азербайджанском факторе. Он погромы убийства назвал фактором, который надо учитывать, и один из лидеров, значит, здесь влиятельных людей, он не выдержал и сказал, значит, нам надо создать свой армянский фактор, приходите там, тоже с прутиной, мы будем создавать армянский фактор. Вечером того же дня видны представители интеллигенции старшего поколения, пригласил его относительно молодого интеллигента, и в присутствии всех дал ему пощечину и сказал, какое право ты имеешь, мой народ превращался в погромщиков. Значит, я хочу сказать, вот отношения всего, а уже дальше, какие структуры действовали, там, кто, как, какие стычки организовали, но в Армении это было, ну, просто единичные случаи вот такие, потому что насилие было абсолютно преданно, так сказать, проклятию, что ли, интеллигенции и вся народа. Тем не менее, в отношении простых азербайджан, это не касается, конечно, погромщиков, там создавались и отряды, и все, чтобы защитить своих, это... Тем не менее, в Азербайджане вот такое мнение, что началось не с Унгаида, Карабахская война, не даже вот с того, что мирные митинги, а с погромом азербайджанцев в Кафани. Значит, здесь вот как раз вопрос абсолютной дезинформации. Единственное, вот в рамках этого расследования мне удалось выяснить, в Кафани был некий висник Ислава. Как нам удалось выяснить, он был агентом госбезопасности. Он... Я скажу так, доказанным я пока ничего считать не могу, потому что вся документация, все, что связано с этим, оно исчезло. Ну что? Вместе с Унгаида. Но, значит, мы выясняли тогда, ну как бы, возговаривая, выясняли. И, значит, он никаких подробов, никаких насилий, ничего подобного. Просто он раздавал деньги азербайджанцам. Говорил, садитесь в автобус и поезжайте в судьбу. И там будете жаловаться, что вас тут обижают, там и так далее, и так далее. Вас там обустроят. Только жалуйтесь, что... А поскольку каждому хочется жить в большом городе, недалеко от Бак-Музму, все-таки Гафан, где многие были из деревень, маленький город или там, значит, деревня и так далее, то есть, видимо, какой-то стимул для людей вот в этом плане появился, и несколько автобусов отъехали туда. Никакого случая насилия, чего-то, ну и какой насилия могло быть? Советский Союз, никаких вопросов, никаких проблем. Безусловно, это другое, что потом создавалась легенда для азербайджанцев. Причем эти легенды создавались много позже. Не, даже не... Да, но, возможно, все, спасибо. Это где-то начиная с 2006-2007 года, когда вот Ихан Али... Я вам больше скажу, 2000-е годы – это вообще золотой век легенд Азербайджана. Вот именно в этих 2000-х годах очень много легенд появилось и в книгах у них, и в сетях. Это не они, это Азербайджан оказался под внешним управлением. И, значит, задачи внешнего управления требовали легенды. Требовали легенды, на которых базировался бы не на висках. В 90-х годах об этом не было слышно. Безусловно, не было. Более того, предположим тот же Ходжану, когда Гейдар Алиев был. А, да, 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 нет, ну, с Гейдар Алиевичем у нас были прекрасные отношения. И, значит, мы искали действительно, то есть мы во многом помогали им Нахчеване. Например, Совет Министров Республики Арминия принял решение, что, значит, в отношении Нахчевана никакой блокады не существует. Хотя Арминия была блокирована, но через территорию Арминии из Турции или откуда ли там, предположим, железнодорожный состав или что, переходят в Нахчеван, все было открыто. Коммуникации шли через нас, газ, электричество и так далее. Все было открыто. До какого года это все было? Это все было, по крайней мере, до того момента, пока Гейдар Алиевич стал президентом, значит, Азербайджана. И, значит, мы на это смотрели весьма и весьма позитивно, потому что с ним было соглашение о том, каким должен быть... Я знаю, вы участвовали в переговорах с ним. Постоянные переговоры, постоянные беседы и так далее. Вот меня вы спрашивали, например, о Арминии, который сейчас оказывался... Да, да. Как его фамилия? Уилданов. Уилданов. Но это его неармянская фамилия. Да, неармянская фамилия, да. Так вот, если бы это происходило, а в Арминии тоже происходили, достаточно было бы моего одного звонка, что Гейдар Алиевич, вот такое, так сказать, недоразумение, вот там. Причем, даже когда он в Нальчеване, а это, предположим, произошло в Баку. Он мне отвечал, а что, я тебе скоро позвоню. Он мог позвонить через 3-4 часа, сказать, завтра утром он будет там, в Ереване, в Москве, в Тбилиси. И никогда не было, чтобы он что-то сказал, но этого не было бы. То есть, он был человеком слова? Он был человеком слова, безусловно. Он был человеком достаточно мудрым, то есть, сказать, никаких максималистских каких-то подходов. Он искал решение проблем. Он... Мы говорили о сыне. Я знал, что как бы он... Здесь уже, да, да, про тонкости разговора, про подробности я, так сказать, это уже личное, говорить не буду. Но здесь совершенно другое. Он видел перспективу некую и для сына, так сказать, пламя управления. И он четко хотел оставить мирную страну не только своему народу, но и своему сыну тоже. Поэтому, значит, его поиски были абсолютно адекватны. И не его вина, и не наша. Что все стало так, как стало. Потому что нас пресекали сильные мира сего. А скажите, вот я вас перебью, скажите, вот когда вы встречались лично с Гидаром Алиевым или говорили по телефону, когда-нибудь затрагивался вопрос о Ходжалу? Никогда, да. Никогда. Нет, ну, во-первых, здесь единственный момент. Значит, все-таки мы... Нет, про Ходжалу никогда, да. Все-таки Ходжалу был руководителем Акчевана, когда это произошло. Но, значит, никогда вот каких-то вот таких вопросов, что есть такая проблема и так далее. Он достаточно был... А когда родился этот вопрос, приблизительно в какие годы? Вот мы услышали о Ходжалу, что была там такая трагедия. Все-таки вот в таком виде, что вот... Нет, ну, то, что произошла трагедия, так сказать, это было интересно и нам. Это я, ну, да. То есть это действительно было и для нас страшным потрясением, что погибли мирные люди. Причем совершенно непонятно. Значит, я знаю, что и у нас там, ну, как бы командиры между собой разбирались. Тогда все-таки это был относительно партизанский период войны. Но, тем не менее, как бы достаточно... Для нас это было абсолютно неприемлемо, потому что всегда армянская страна, когда била военные действия, всегда для мертвого населения оставались выходы с тем, чтобы оно не попадало в атаку и так далее. Тому пример служат, кстати, другие села и районы. Да, да, да. Ведь речь идет только о Ходжалу. Что ж получается, армяне учинили геноцид азербайджанскими на Ходжалу. Почему не в Гатруте, почему не в других местах? Значит, везде, где происходили военные действия, азербайджанцы действительно, ну, оставили, скажем так, сотни населенных пунктов и ушли. Потому что, вот, параллельно действовали две системы. Азербайджанский народ, с которым у нас никогда не было никаких проблем. И вот эта машина убийств. Когда возникла ИГИЛ, нам было понятно, что это тоже было ИГИЛ, потому что, вы понимаете, это люди, которые зверствовали. Просто убийство там, ну, хорошо, там кто-то опололомил и решил, что все армяне должны выйти. Они ему мешают, и так далее, и так далее. Но они изощрялись в убийстве. И просто не могли убивать. Они убивали садистских. И вот эти дикие приступы садиста, они абсолютно были непонятны. Что это, откуда? То есть, некая инфраструктура существовала, была известна, и она была задействована. Значит, она, вот, как актуализировалась, как была задействована. Возможно, в каждой нации есть свои там подолки, предположим. И, видимо, ну, то, что эти подолки как-то были отмечены, и как-то была вот эта вся машина задействована, и потом это стало государственной политикой. Я знаю, как Ильхама, как, ну, скажем так, сколько мы и говорили, Гейдар Амалиевич, в общем, в целом, как сына своего отца, и вроде как бы он должен был искать достаточно адекватный эффект. И должен вам сказать, что в 2004-2005-2005-2005 я уже забыл, вот в эти годы умер Гейдар Алиевич, но сразу после его смерти, буквально год-два, я знаю, как Ильхам искал Ильхама. Он искал Ильхам в рамках Кавказской интеграции, которая была продолжением идей, которые мы нарабатывали с Гейдаром Алиевичем. То есть представлялся, ну, сейчас я говорю... Это зона свободной экономики Грузии, Азербайджан, Аркадемии. Речь шла, я сейчас использую не те термины, которые мы говорили с Гейдаром Алиевичем, но чтобы людям было бы понятно, речь шла о том, что каждый народ в Азербайджане, и даже не только народы, потому что там отдельные, ну, скажем так, которые ранее были племенами, а потом стали, ну, что-то, что сегодня в Азербайджане именуются кланами, да? Вот эти кланы образования, они тоже хотели самостоятельности. Например, Сурет Гусейна представлял Гянджу. Он считал, что Гянджа должна быть, ну, вольным городом, там, со своими вольными этими. Если бы это было персидской эпохи, мы бы сказали миликством. Если бы, ну, понятно, что это... То есть уровень автономии высокий, скажем так. Да. И, значит, поскольку были такие разговоры и так далее, Асурет Гусейна и сам помогал, чтобы Гейдар Алиевич стал президентом, в конце концов, он снял, значит, поднял свои войска, вошел в Баку, и там защищал его от Народного фронта. Так что я хочу сказать, заинтересованных лиц было очень много, вот, которые понимали, по разным причинам, у каждого свой кусочек с этой стороны, ну, и Гейдар Алиевич достаточно, так сказать, эффективно строил вот эту общую мозаику, и мы с ним строили общую мозаику по Азербайджану. Такая же мозаика строилась по Грузии, и считалось, что будет общий Кавказ, где каждый народ будет жить в своей стране. Давайте так, вот я сейчас введу вам новые термины, чтобы философия вопроса была понятна. Значит, народ и страна, назовем термин, когда народ живет на своей родине, это называется страной. Значит, разные страны могут входить в одно государство, или там, может, кусок страны входить в одно государство, кусок в другое, как сейчас у Резгин, например, да, вот. Но в целом, значит, обычно конфликты между государством и страной, государство хочет все страны задавить, все народы задавить, чтобы они не требовали независимости, а народы хотят освободиться, потому что государство их давит. Но в сегодняшнем мире появился один очень важный фактор. Дело в том, что есть некая мощная сила, которая и выискивала, и делала вот эти вещи, ну, назовем их мировой финансовый олигарх, или как хотите, с том, который хочет этот порядок вещей, когда она в своих руках соседотачивает практически львиную долю, мирового богатства и мировой власти, она хочет этот порядок сохранить. И при этом, чем мельче народы, тем лучше, тем легче, так сказать, ими народами. Так что и объявляется объективная заинтересованность народам, чтобы они были в крупные государства объединены. Но при этом государство не должно их давить. То есть соглашение такое, что вот народы образуют государства, которое их всех защищает, как бы вот от этих львов мирового господства, а, значит, они сами в это время развиваются, их развитие ничего не мешает в своей собственной сущности. Вот это сегодня выглядит как наиболее эффективный выход из положения. И это надо реализовывать сегодня. В то время это было понятно нам, что надо искать такого рода выходы. Другое дело, там Карабах в этот момент уже был достаточно оскорблен, он достаточно, так сказать, в крови и так далее, и так далее, чтобы Карабахский народ, как бы, Алию был убежден, что рано или поздно он их убедит начинок и так далее. Но речь шла о том, что в этот момент он отказывается от любой военной, военных действий, значит, в отношении Карабаха, и, значит, с течением времени, так сказать, будет стараться какую-то моду с ними отношений найти. То есть, Карабаха, как он хочет, но вот Алию будет отстраивать что-то там. Напеку его сказать, что сын его, Ильхам Алиев, продолжатель идеи своего отца. В этом вопросе. Так вот, сейчас абсолютно нет. Но сегодня он не свою политику проводит, а вот я говорю, я сразу после смерти отца... А чью? Тебилиси? Чью политику проводит сегодня Алию? Я сейчас, ну, я могу процесировать, например, в последние дни, значит, трое русских полигологов неожиданно разъяснили для меня абсолютно обескураживающими просто. Дугин, значит, Колеров и Миронян, да. Но Миронян это еще та птица, я вам скажу. Да, 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 ну, словом, я просто был обескуражен, потому что я помню, значит, трехгодичный максимум давности, значит, оценки Дугина. Они прозвучали, Путин должен был поехать в Азербайджан, это 12-13 год, я могу с точностью договора бесшириться. И до этого азербайджанское агентство берет интервью Дугина, который в это время, как только ивёрзкий идеолог, скажем так, вот, в убедительном статусе ЕССРСОН, все, и он говорит, ребята, вы сегодня англосаксонская страна, вы должны знать, Англии и Штаты наши враги, и если вы с ними, то вы наш брак, вы нашу враг, да. И потому, значит, вам надо принимать решение. Нет, нет, вот так, вы понимаете, резкость фраз. А в чем решение заключается? Дальше, теперь слушайте дальше, что он говорит. Он говорит, ну, ему говорят, ну, хорошо, ну, как-то мы там положим, там, чего-то, как-то и так далее, с этим поступили, что-то там ослабились, что-то здесь усилили и так далее. А есть еще проблемы. Он говорит, да, ну, говорит, что мы посылали израильтяне, говорит. Почему это чертика в вашей стране? Они слушаются, у нас, тем занимаются. Вышвырните из страны, из страны, до приезда Путина. Это за несколько дней он дает интервью. Вышвырните из страны. И с какой стороны? Из Азербайджана, он имеликанит, говорит. А, что они делают из вас, израильтяне? Вышвырните из своей страны, чтобы Путинь, пришел бы к вам как друг. Вот вам оценки Тугина, трехлетней данности. Теперь, что случилось, я не знаю. Это все выделимо. То есть я вижу, насколько манипулируют этой страной указанные страны. Хотя я снова должен сказать, что я не приписываю отдельным странам эти действия. А в каждой стране сидит вот эта лапа. И, значит, лапа орудует возможностями страны. Но это просто кошмар, что вытворяет в отношении Израиль, который пережил геноцид, сделал в Азербайджане крупнейшую в регионе геноцидальную систему для уничтожения армян. Но я уверен, что это не еврейский народ принимает решение. Понятно. Это еврейский народ, обычный еврейский народ вполне понимает, что происходит. И они полностью на стороне армян. Я много общался с евреями. Ну, вбежали-то из Баку в то время евреи и с армянами. Они прекрасно знают, что творится. Походим сегодня в рамках пропаганды израильского государства, которое под определенной логикой, диктатом логики, поступает совершенно по-другому, делать совершенно другие вещи. Значит, эти люди тоже, часть этих людей, участвуют во всем мире. Но это страшная вещь. Они азербайджанский народ поставили под систему массовой пропаганды. Они там, значит, вот уже, вот приблизительно с этих лет началось. Итак, 54, 55, 56 год, ну, ориентировочно. Иль-Хам Али ищет выход кавказской федерации. То есть, в интеграции, скажем так, кавказских народов. И участвуют от него люди встречи, значит, я даже вам могу эту книжку подарить, интеграционные процессы на Кавказе. То есть, встречи делегации интеллектуалов из Армении, Азербайджана и Грузии, где они рекомендации составляют, как здесь, как народом выйти вот из этого состояния, в котором они все пребывают. Какие годы были? Я вот 2004, 5, 6 годы, азербайджанский народ. То есть, вот, тогда поиск был такой. И мне было понятно, что Иль-Хам сегодня своего отца, он ищет в этом направлении. И другое дело, тогда, как бы, и мы были готовы сотрудничать, способствовать искательным условиям. Нам надо было искать и находиться, как нам обустроить. Это все пространство, где мы даже жили. И другое дело. Иль-Хам говорит, только военным путем. Иль-Хам говорит, что, значит, армяне, враги там и так далее. И это не могу. Кстати, информационная война вместе с этим. Просто страшная информация. Детские учебники, мульты, фильмы, рассказы, история. Все подводится по это. Громадные суммы идут. Мы видим, кто это реализует. Мы видим специалистов по этому вопросу. Из каких они стран? Это все нам видно. Но, опять-таки, я не приписываю это странам. Просто трем странам очень не повезло. Они были первыми орудиями осуществления этой политики. Но это не означает, что народы этих стран мы будем рассматривать как врагов. Наоборот, мы рассматриваем их как первой жертвой этой системы. И сейчас вот ситуация такая, что превратили Азербайджан в страну-монстра, которым Азербайджан не является. Азербайджанский народ не хочет пребывать в этих состояниях. Но туда ввели монстра. Если кто-то отрезает голову, потом начинают это крутить по экранам, потом это начинают разводить по деревням, и кто-то еще должен кричать «Ура!» и это должны выставлять на обозрении, как Азербайджан. тех, кто разрезает голову, они сами с этими головами и фотографируются. Совершенно верно. И весь вопрос в том, я должен верить, что это вот тот посидевший сунгайди-азербайджанец, это все он организован? «Да потому что?» действовала эта система. В КГБ СССР она имела свои представительства. Значит, но я вот назвал КГБ СССР как представительство, где представительство, какими органами, и так далее, и так далее, это не наша задача. Для нас как бы все это некая аморфная картина, потому что мы на общественном уровне, ну да, я был депутатом, предположим, но в любом случае, какое депутатство в рамках тогда советских возможностей депутатов республиканского уровня? Конечно, безмогло. Скажите, я хотел у вас спросить, что послужило причиной и как остановки той самой Карабахской войны в 1994 году? Я бы сначала сказал, что послужило причиной продолжения этой войны, потому что Гейдар Ильич ушел в Баку и должен был там выступить с призывом немедленно остановить все войные действия, что со всеми народами Азербайджана, со всеми крупными социальными группами, которые хотят иметь свое правильное зависимо-то, религиозные, клановые, какие бы группы. Итак, Гейдар Ильич поехал в Баку с намерением со всеми вот этими группами переговорить народами, значит, социальными группами и так далее. И вот идет вот этот процесс и мы должны отрекаться. Мы переговорились с Карабацем, пресс-наривайные действия, все ждут Гейдара Ильича там, как, что и так далее. Здесь появляется замгуст секретаря США Торог. Впервые это было, когда президент Петросян мне рассказал подробности беседы, но поскольку после этого последовали указания остановить все операции в Кавказском регионе, то мне стало очевидно, что значит, проект наш не утвержден в Соединенных Штатах в качестве адекватного проекта. С тех пор у меня катастрофически улучшились отношения с американцами. Меня каждый раз спрашивают, почему ты там, артеамедикайзм, у меня нет артеамедикализма. Я просто каждый раз, когда я их вижу, я говорю, ребята, почему вы нас обманули? Зачем вам нужно было это продолжающиеся 30 лет кровопролетия? Ведь оно было остановлено тогда. Более того, с Грузией мы говорили, аналогичный процесс предполагался в Грузии. Ко мне обратился Шван Адзе, поскольку мы были достаточно эффективны существующей системой и неоднократно посредничали Грузии по поводу установления мира там, преодоления последствий гражданской войны, восстановления некой целостности страны, но не целостности, так сказать, когда один из грезей грузийских подавляет остальных, а чтобы они между собой к чему-то пришли к какому-то устройству и так далее. И очень много у нас было последствий деятельности, у нас были великолепные отношения со всеми подразлениями Грузии, и мы такую деятельность вели. И когда получили от Шеварднадца предложение осуществить функцию, в том числе миротворчества, сведение воинских подразделений для того, чтобы было столкновение, ну, я знаю, что Шеварднадца с этим обращался к России, мы отказались насчет воинских, вот сказали всякие там наблюдатели и так далее, и так далее. Воинских отказались, потому что малая страна, так сказать, и армяне живут и Грузии, у нас могло возникнуть проблемы там, мало ли что с кем, но, значит, осуществлять все, чтобы этот мир был, мы были готовы, и, собственно, все шло вот к таким решениям и Грузии. И тут все это остановить. И, значит, а что вместо этого? А вот минский процесс приведет к решению. Это та самая минская группа. Да, 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 да. И минский процесс он приведет достаточно быстро и так далее, и так далее. Ну, после чего, значит, у нас начались проблемы в руководстве Армении. Я знаю, что аналогические действия считали и Грузии, и в Азербайджане, и в России, ну, естественно, они ударили по этому процессу. Так как только инициатором все-таки вот этих вот приостановлений этого Карабахской войны, вот есть такое мнение, что Гейдар Алиев сам предложил остановиться. Выгидали мне как бы дотянули этого момента. Дело в том, что вот после этого, как вот эти переговоры были к Петрощине, я сам вынужден был уйти в отставку с поста Сегидаря Солбеза Армении, потому что вот эти все договоренности, ну, как бы мы оказались в идилстом положении. у нас все договорились, и мне говорят, стоп-машина. Я ушел с должности, значит, для всех вот остальных, это был четкий сигнал, что все прокатилось, и возобновились военные действия. Самые большие потери Армении и Азербайджана, Тарабаха и Азербайджана, были после этого периода. Тысячи человек погибло армян, и порядка несколько менее десяти тысяч азербайджанцев, потому что Гейдар Алиевич вынужден был, так сказать, собрать войска, возобновить эту, операция была, проба наступательной операции, очень много погибших половых, и так далее. И это все, значит, все эти воины возобновились исключительно по одной причине, что-то решали эти господа. И, значит, вот с тех пор у меня каждый раз вопрос, что или как, вот к ним. А войны действия в этот момент остановила, ну, с инициативой приостановления выступила Россия, которая сама находилась в дурацком положении, потому что и мы, и Азербайджан опирались еще и на них. поле. Гейдар-Алиев тут ни в плечо. Нет, мы и Гейдар-Алиев до этого на вопросе, так сказать, вот того, что мы еще такое соглашение, мы оперались и на российскую сторону, и на Иран, так сказать, Иран в ее последические мысли висит. То есть, как бы все страны региона реабили адекватно, все хорошо, ребята, да, мир всем выгодно, всем нужно и так далее. То есть, выгодно тогда было азербайджанцам остановить это? Да, 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 ну, всем нужно было остановиться, то есть, ну, кого из народов региона вот этот. А вот, когда возобновились военные действия повторно и, значит, они завершились вот, как бы, тем, что Азербайджан потерпел поражение, насколько могла бы армянская сторона развертывать, сегодня говорят об этом, к чему бы это привело, как, я не готов к обиделям, поскольку в этот момент я всей полнотой информации не обладал и то, что говорится для меня, как бы, не есть основания, чтобы однозначно взять то или иное положение, тем не менее, значит, военные действия остановились при последствии России. К сожалению, то, что было завершено на Россию, значит, оказалось недостаточно жесткой системой для того, чтобы военные действия не возобновились, и вот они в последнее время как-то возобновились. Да и вот эти прецедентные границы, которые постоянно сопутствуют, практически несколько тысяч солдат с той и другой стороны погибло за эти годы как бы относительно затиши. и параллельно вот эти крупные жертвы сейчас, и вот ожидание возможной новой войны, это все исключительно делается этой системой, больше никем. Какова перспектива вот этого ожидания новой войны? Вы этот вопрос задаете вот этой международной олигархии, насколько они склонны сейчас, значит, порщать Азербайджан к войне, порщать Азербайджан к углым разговорам с Россией, порщать системы России, которые ангажированы ими, к тому, чтобы они обосновывали достаточно, скажем так, преступное поведение российских структур в этом вопросе. То есть, вы понимаете, эти системы есть везде, отбелить какой-то народ в присутствии этих систем, в политике того или иного государственного должностного лица невозможно. Это общая беда человечества, и она будет вести к постоянным правопротивления пока как бы вот системы сопротивления, которые сегодня действуют по всей планете, есть везде, всюду и так далее, они приведут к изменению этой парадигмы. Скажите, вот последнее время речь идет о передаче Азербайджана в пяти районах. Вы считаете это на уровне слухов, или действительно сейчас ведутся такие переговоры? Я считаю это на уровне преступного сговора. то есть ведутся таким переговором? Безусловно. Я говорю преступные сговоры, потому что люди, которые этим занимаются, либо не знают, чего творят, либо они являются прямыми соучастниками этих преступлений, потому что решений вот в этой плоскости нет. И оттуда плоскость, которую мы оборисовываем Сгидаром Алиевичем, чем она отличается от того, что все эти годы ведет Минская группа? Минская группа вот есть как бы армянская позиция Карабах наш все это должно быть независимым и так далее и так далее есть азербайджанская позиция Карабах в составе Азербайджана все территории составе Азербайджана там мы в лучшем случае найдем там какой-то модус для вопросов здесь когда говорят не должно быть там выигравших проигравших там и так далее и так далее обе стороны проигравших потому что обе должны уступить и ни одна не готова к этим уступам потому что все это время пропаганда велась особенно в Азербайджане когда но Азербайджан был взят под эту пропаганду совершенно по другой причине ставила на пути иранская проблема и нам это было создать мощное вооруженное государство в случае если военные действия будут против Ирана и создавалась азербайджанская военная машина для того чтобы в случае удара по Ирану Иран вдруг издумал свои танки и самолеты спрятать на территории Азербайджана это выглядело лучшим ответом на натовскую атаку на Иран и собственно говоря вся эта ненависть и так далее и так далее как операция прикрытия на самом деле делалась для иранского направления но то что создали это головная боль для всех для нас для России для Ирана и в первую очередь для азербайджанского народа то что создали вот эту атмосферу ненависти такую машину и так далее и так далее вот это все так но это создавалось этой группировкой для этих целей и так далее когда говорят вот о таких вариантах они не существуют с Гейдаром Алейче мы искали совершенно какую-то плоскость вы видите я говорю устройство Азербайджана мы меняли значит устройство жизни то есть мы другое государственное устройство другие принципы отношений эти народы которые на территории Азербайджана они вместе значит с Арменией и с Грузией вовлечены еще более широкий круг объединения где есть свои органы управления и там уже становится вопрос а сколько значит полномочий делегируем этому органу как представление здесь то есть идет строительство нового дома значит в котором уже как бы новая жизнь и легче людям кавказского дома да да легче людям значит все это осуществить вы понимаете вот эти кавказские идеи они существовали давно к сожалению их тоже очень быстро схватили вот эти структуры такого и пытались их предложить к своим задачам и толкали кавказские народы на конфронтации исходя из таких идей нам в Армении повезло больше достаточно долгое время у нас существовали абсолютно адекватные вопросы структуры по этим вопросам даже тогда когда вот я говорю вот структуру которую я возлагал вынудили идти в отставку ну что значит вынудили вот обстоятельства такого рода не то что меня никто не гнал никто тот же Тер Петросян мне не говорил там абсолютно просто он сказал наша политика будет такой-то а эта политика для меня была не приемна и значит а эта политика была продиктована вот этими буквами которые вот до сегодняшнего дня ее успешно ведут но народы тоже накапливают свои силы у меня еще последний вопрос и короткий ответ надеюсь надеюсь да и короткий от вас ответ каким вы лично видите решение Карабахского от этого вопроса отлично вы скажем вы глава государства армянского какой бы сделал шаг вы знаете есть очень интересные структуры вот я смотрел вот мы говорили о евреях которые бежали из Баку они кучу структур сделали по Баку Баку удивительный город и значит этот удивительный город они как бы делают так чтобы он в разных местах функционирует и даже было как бы их обращение вот к армянам что вы тоже там участвуйте во всем этом давайте как-то искать другую находить может мы тоже что-то подскажем и так далее вот таких структур сейчас много которые в себе сочетают разные национальности Азербайджана которые хотят понять как им обустроить Азербайджан и часть из них это те которые вот селились на территориях вот вот этих пост бежали из значит Баку вообще логичнее всего было бы чтобы мировое сообщество обустроило бы всех этих людей независимо от национальности вот на том что армяне называют освобожденными территориями а Азербайджанск называют оккупированными территориями то есть это территория Азербайджанской СССР а это граждане Азербайджанской СССР Если бы они там обустроили бы свое, причем я уверен образцово-показательное государство, потому что Баку был практически в этом плане почти образцово-показательное, то есть в плане взаимоотношений национальности там никаких проблем не было, и значит этот Баку цивилизационно действовал бы на все окружающие пространства. Вот что-то подобие этого Баку, если бы создавалось вот там, причем достаточно много было городских именно людей, но их выживали, выжигали оттуда по-всякому, то есть люди шли там, столбились за собой там участки и так далее, что вот должны уже что-то обустроить и так далее, нет, то есть давили на руководство Армении, на руководство Карабаха, удивительно, где делали все, чтобы эти люди там засиживались, хотя им вроде бы было выгодно там достаточно много армян, в первую очередь. Так вот, эту политику надо прекратить, и вот даже те, которые сейчас в разных местах находятся, было бы очень хорошо, если бы вот этот Баку образовался бы, и он бы начал со всеми говорить. То есть я вам говорю технологию подхода к решениям. Вот в пять минут мы решим, в пять минут мы решим одно. Мы начнем новое крупное кровопролитие, которое послужит тому, чтобы регион кровопролития мировой резко расширился бы, и дал бы возможность этим кругам, которые должны созидатачивать деньги в вас, значит, в своих руках, манипулировать еще большими пространствами и наводами. С тем, чтобы это искать и решать свои проблемы. Это сейчас абсолютно сумасшедшая каста. В рамках тех логик, которыми они оперировали, сегодня решений нет. Но они сумасшедшие настолько, что они готовы зажечь весь с ним шаг, лишь бы сохранить логику. И сейчас потакать им вот такими, я понимаю, насколько сейчас в сложном положении ИХ. Но, может быть, как другого отца, я бы советовал, насколько возможно сопротивляться этому не лично. Его отец был достаточно тонким политиком. И он бы не всегда создавал систему сопротивления. Может быть, ИХаму это удастся. А всем другим участникам, особенно российским, я просто поражен. Я просто поражен. Я слов не нахожу. Я рассказал известную притчу о болвании в польском преферансе, для того, чтобы все разведчики, которые управляют Россией, поняли, что более унизительного состояния, чем видеть, значит, руководитель России в этом качестве, для меня существует. Спасибо. Спасибо. В заключение хотелось бы поблагодарить за отклик и помощь Аматуни Епримян, Корине Испирян, Вазгена. Также огромное спасибо Светлане Тонаканян, Лусине, Давиду, Ливону, моим новым друзьям за предоставленную возможность работать в этом году в Ереване. А плоды этой работы вы увидите в течение ближайших полгода.